Могилевская поликлиника номер 3, якая запрацовала селета, самая сучасная в регионе. И справа тут не только у новым будинку и масштабах оказания медицинской допомоги, а в укоренении новых технологий у зносинах с пациентами. При нам си с пациентами, якие мают проблемы со слыхом и сроком. Простора поликлиники организована таким чином, как люди с обмежеванными мягчимостями могли самостоянно, навод без супроводжения, приходить на прием до медиков. Сегодня третья поликлиника, один у областном центре, где люди с порушением слыху, которые имеют потребность в сурдоперокладе, могут прийти по меддопомогу самостоянно. Если ранее пациенты писали нечто на паперках и попробовали читать по губах, то теперь у всех ратуют новые технологии. По скайпу до гуторки подключается перокладщица и допомогает по разумению доктора и пациента. На сегодня у нас этот вопрос решен современно. И помощь не только врачу, но и женщинам легче. Они же тоже очень волнуются, когда они приходят на прием и не могут донести то, что их беспокоит. Приход новых технологий у медицину радует всех. Система, которую укоранили у Ленинском районе Могилева, добро працует для людей с порушением слыху. Мы можем разговаривать с пациентом на равных, нам не нужно писать на листике вопросы. Мы можем практически напрямую, без всякого барьера, общаться с нашими пациентами, в зависимости от их особенностей. Больше свободно себя отшивают у третьей поликлиницы и люди с проблемным взроком. Шрифт Брайля есть на всех указальниках, а ли и не только йон. Для незрячих очень хорошо сделана тактильная плитка, ощущение, куда идти, повороты. Очень удобно. Люди с обмежеванными махчимостями мкнутся до самостойного життя. Им не потребно шкодование от громадства, а ли потребна допомога, к обзарабить свое житё, незалежным от внешних факторов. Люди у нас очень добрые, поэтому никто еще никогда не отказывал нашим инвалидам по зрению в помощи в какой-то определенной. Но очень приятно, что сейчас они могут чувствовать себя абсолютно самостоятельными. Новые технологии, которые меняют життя особливых людей, великий добрый крок на сутрич инклюзии. Только у третьей поликлиницы обслуговывается больше за 100 человек с обмежеванными махчимостями, за яких полов инвалиды по зроку и слыху. Эта поликлиника дает возможность человеку с ограниченными возможностями почувствовать себя в обществе инклюзивно. Самостоятельность пациента в этом вопросе позволит все-таки более быстро и качественно оказать медицинскую помощь, чем если бы условия были совсем другими. То есть быстрота, то, что в современном мире требуется, и беспрепятственность. Гэта только початок шляху. Люди с инвалидностью по зроку, например, марлиб, как тактильная плитка и иншие элементы з'явились не только у будинку поликлиники, але и на околея, и на инших улицах города. Снежана Крижев, члены Иванова Виталь, Алексеенко. Новины региона.